Здравствуйте! В эфире новости телекомпании «Новый век» в студии Вера Кочинова и сегодня в выпуске. ТУВУ с рабочим визитом посетили министр образования России Ольга Васильева и полномочный представитель президента в Сибири Сергей Миняйло. Они приняли участие в открытии новой школы в микрорайоне «Спутник». Сегодня состоялась традиционная церемония возложения гирлянд и цветов к памятнику тувинским добровольцам. Накануне вечером прошел флешмоб «Стань заметнее» в поддержку светоотражателей для пешеходов. А теперь более подробно. Сегодня за школьные парты в ТУВе сели 22 тысячи детей. Этот учебный год для республики ознаменовался открытием новой современной школы на 825 мест в микрорайоне «Спутник». В ходе рабочего визита в ТУВу на торжественном открытии нового учебного заведения присутствовали федеральный министр образования Ольга Васильева и полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Миняйло. Подробнее расскажет Диана Баян-Багус. Лицей номер 16. Таков статус новой школы в микрорайоне «Спутник». В штате опытные педагоги с высшей категорией. В преподавательском составе есть и молодые учителя. К примеру, Айсу Оржак – победитель конкурса «Учитель года 2016» в номинации «Молодой специалист». Сегодня она вместе с детьми искренне радуется, что будет проводить занятия в современном учебном заведении. На торжественном открытии нового лицея присутствует и министр образования России Ольга Васильева, и полпредпрезидента в Сибири Сергей Миняйло, посетивший ТУВУ с рабочим визитом. Глава региона Шалбан-Карол отметил, что без их поддержки построить современную школу было бы достаточно сложно. Отдельные слова благодарности удостоила строительная фирма, возводившая учреждения образования. Я знаю, что у Ольги Юрьевны очень много школ сейчас, как никогда, введено по всей России. Но вот для ТУВЫ, вот этот праздник, вот новой школы в жизнь, пожалуй, сложно вспомнить. Вот я уже давным-давно, уже 10 лет работаю во власти, и вот, пожалуй, вот такую большую школу впервые мы вводим за последние 20 лет. Отныне 1 сентября 2017 года будет считаться днём рождения лицея номер 16. Ольга Васильева поздравила школьников с Днём знаний и пожелала успехов в учёбе. То, что я здесь совершенно не случайно, хотя, может быть, и первый раз федеральный министр образования и науки посетил эту замечательную землю. Дело в том, что эта школа, как уже сказал Шабан Варич, это школа, которая входит в программу 2025. Есть такая замечательная программа, правительство Российской Федерации, по которой строятся школы совместно с регионами. Это школы новые, школы нового дня, нового будущего, с большим оснащением. Вот сегодня лицей номер 16 принимает почти тысячи детей, и, как мне сказал министр образования, 10 первых классов, по 20 человек в каждом. Хочу сказать, что, представьте себе, сегодня в День знаний миллион восемьсот тысяч первоклашек сядут за парк, в ТВ 7800, и здесь у нас 200 человек, для которых сегодня самый большой праздник. Давайте их по приездам поздравить. Вот они стоят, малыши, которые долго нас ждали, долго надеялись, наконец-то случилось. Сейчас они зайдут нарузить звонок. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло также присоединился к поздравлениям. Но сегодня здесь властью республики реализовано или исполнено поручение президента Российской Федерации. Построена новая современная школа. И сегодня, в канун нового учебного года, в День знаний, в эту новую школу пойдут все учащиеся. От первоклассников, это сегодня для них самый большой праздник. Первый раз в первый класс в новую школу. И до будущих выпускников. Я хочу от души пожелать учащимся успехов в нелегком школьном обучении. Особо хочу отметить преподавателей, учителей. У вас, кроме своих детей, добавляются еще и другие дети, для которых вы должны стать и становитесь самыми, в том числе, самыми родными людьми. Далее состоялась торжественная церемония перерезания ленточки. В рамках торжественных мероприятий состоялось и открытие юноармейского кабинета. Его новой школе подарило Министерство обороны России. Как рассказал член главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения юноармии Денис Павелат, ребята будут изучать историю родного края, армейское движение и участвовать в различных мероприятиях. Со всех школ Кызылы ряды юноармейцев пополнят 300 ребят. Мы понимаем, что это важно, что это одна из приоритетных задач сегодня стоит в нашей Российской Федерации. Детям это нравится. Видно, что они заинтересованы быть в движении. Много различных направлений движения преследуют. Это и патриотика, это и военная тематика, это и строевая подготовка. Это, безусловно, и изучение из истории нашего государства. Оно очень классное. Я тут очень много своих родных встретил. И еще приехал сам глава города Кызылы. И я очень рад, что пришел в этот лицей. И очень хочу учиться тут очень долго. И я буду учиться хорошо. Почетные гости лицея обошли практически всю школу и ознакомились с оснащением аудиторий. К примеру, кабинет труда разделен на два помещения. Один из них – цех по металлообработке, а другой – по деревеобработке. Все кабинеты полностью укомплектованы. Диана Боямбовус, Бояна Юн, телекомпания «Новек». Сегодня, 1 сентября, Тува отмечает важный для республики праздник – День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской народной республики, который был учрежден два года назад указом главы Тувы Шалбана Караола. Во время Великой Отечественной войны около 8 тысяч воинов-тувинцев героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками. В память о них сегодня по всей республике проходит множество памятных мероприятий. Чествуются ветераны и потомки героев. Также сегодня состоялась традиционная церемония возложения гирлянд и цветов к памятнику тувинским добровольцам. Также состоялось посвящение школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юн Армия». В мероприятии принял участие глава Тувы Шалбан Караол и высокопоставленные гости республики. Дорогие друзья, сегодня вот здесь, на этой площади, на этом мемориале, в памяти нашим и беззащитникам нашей Родины в Великой Отечественной войне собрались все поколения, поколения ветеранов всех возрастов, наших самых старших, которые сидят здесь, которые прожили не самую простую, не самую легкую жизнь, но смогли создать условия для того, чтобы мы жили. Те ветераны вооруженных сил, другие структуры, которые в послевоенное время выполняли свой воинский долг, интернациональный долг, действующие защитники нашего Отечества, юно-армейцы, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов. Это говорит о том, что есть преемственность поколений. Это говорит о том, что те традиции, тот дух, ту волю, которую в свое время, или которая в свое время позволила нам, или нашим отцам, дедам, родителям защитить нашу Родину, он передается из поколения в поколение. К другим темам. Авиакомпания «Красавиа» начнет выполнять рейсы в Кызыл. 22 сентября состоится первый полет. Минимальная цена билета из Красноярска в Кызыл или из Кызыла в Красноярск составит 6,5 тысяч рублей, без учета сборов. Рейсы будут осуществляться ежедневно по понедельникам и пятницам до 27 октября включительно. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Ан-24 и Ан-26. Отметим, рейсы из Красноярска в Кызыл также осуществляет Камчатское авиапредприятие. Рейс выполняется на воздушном судне Як-40 еженедельно в сторону Кызыла по вторникам, а в обратном направлении по пятницам. И о курсах валют. Доллар стоит 58,55 рубля, а евро 69,62 рубля. Далее реклама. Не переключайтесь. Смотрите на шубы подруг. Ждете, когда подарят? Купи сама. Можно в рассрочку, без переплаты, на выставке «Меховые традиции». С 31 августа по 4 сентября в спорткомплексе «Ярыгина». Докупила духовку, вытяжку, плиту. О, а посуда? А посуда в подарок. С 28 августа в салонах РБТРУ. При покупке трех и более единиц встраиваемой техники «Бош» вы получаете набор посуды в подарок. РБТРУ. Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Сумки в роддом, подушки для отдыха. Магазин и для будущих, и кормящих мам 9 месяцев. Теперь еще ближе к вам. Чульдум-31, торговый центр «Алексеевский», второй этаж, отдел 50. Продолжаем выпуск. Осенью прошлого года столичной мэрией был объявлен городской конкурс на лучший водный тур-маршрут. Из большого количества заявок было отобрано 5 проектов. Все они были направлены на развитие сферы туризма, особенно водного, на территории города. Мэрия столицы выделила на реализацию проекта 50 тысяч рублей. Накануне состоялся пробный водный рафтинг-тур, организованный турагентством-победителем конкурса. В качестве первых путешественников отправилась небольшая группа, в состав которой вошли министр культуры Тувы Алдар Тамдин, представители турагентства, а также специалисты Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Старт водному маршруту был дан от Кархакской переправы, где первопроходцев туристического сплава по Енисею уже ждала надувная лодка, рафт, рассчитанный на 10 человек и обязательные спасательные жилеты. Перед самым отплывом опытный спасатель провел с участниками рафтинга инструктаж по правилам безопасности. В числе первых путешественников министр культуры Тувы Алдар Тамдин, представители турагентства, а также специалисты Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла. Все участники, независимо от занимаемой должности и пола, вооружившись веслами, сплавились по водной глади Енисея. И раз, сильней, раз, два, раз. Казалось бы, знакомые пейзажи открываются с совершенно другой стороны. Рафтинг протянулся от Карахакской переправы до коммунального моста города Кызыла. Это расстояние первопроходцы преодолели за два с половиной часа. В это время вошли и две стоянки на берегах Енисея, во время которых путешественники успели перекусить и сыграть в подвижные игры. Прибыв на финишную точку, участники речного тура поделились впечатлениями. Было очень здорово. Я надеюсь, что будет и дальше развиваться именно тот же тур, который реализовали первый этот водный маршрут, именно в рамках города, а не республики. Путешествовать по Енисею стало возможным благодаря конкурсу на лучший водный турмаршрут, объявленному столичной мэрией осенью прошлого года. На реализацию проекта турагентству победителю городская администрация выделила 50 тысяч рублей. Средства гранта пошли на приобретение надувной лодки и необходимого оборудования, в том числе спасательных жилетов. Чинчика Шпуков, Лев Маркарян, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Эфир продолжит. Новости короткой строкой. Занятия по профориентации появятся во всех школах. Об этом заявила глава Миноборнауки России Ольга Васильева. По ее словам, сейчас этот вопрос рассматривается жестко. Решение будет найдено в ближайшее время, сказала министр на общероссийском родительском собрании. Васильева также заявила о важности уроков труда, на которых школьники учатся слесарному делу и домоводству. С 25 по 26 августа сотрудники ДПС в районах Тувы изъяли из незаконного оборота более 33 литров контрафактного алкоголя и спиртосодержащей жидкости. Полицейские пресекли два факта незаконной транспортировки контрафактно-алкогольной продукции в Тандынском и Пехемском районах. Вся продукция изъята и направлена на экспертизу. По всем указанным фактам проводятся проверки. Мероприятие по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции продолжается. 26 августа в Красноярском крае прошел легкоатлетический пробег 37-й Красноярский марафон. Было на выбор три дистанции. Пробег проводился с учетом возрастных групп. В группе мужчин от 50 до 59 лет первый финишировал наш земляк, учитель физической культуры гимназии города Шаганара Хавалы Николай, который неоднократно занимал призовые места в первенствах Тувы. Подготовка одного ребенка к школе в этом году обошлась родительскому кошельку в среднем в 12 745 рублей. Такие данные приводят в ЦИО. Как следует из статистики, нынешние сборы в школы стали дешевле на 14% чем в прошлом году. Сэкономить получилось за счет большинства школьных принадлежностей, канцелярских товаров, учебников, рюкзаков и так далее. При этом большая часть расходов по-прежнему приходится на одежду и обувь для ребенка. В среднем россияне заплатили за это по 6,5 тысяч рублей. В Кызеле сотрудники полиции задержали девушку, которая под видом медицинского работника проникла в квартиру пожилой женщины и совершила кражу. Установлено, что 26 августа незнакомая девушка похитила из сумки 86-летней пенсионерки денежные средства в сумме 11 тысяч рублей. Квартиру злоумышленницу впустила сама потерпевшая, поскольку девушка была одета в медицинский халат, имела при себе стетоскоп и представилась дежурным врачом. В настоящее время 23-летняя девушка задержанная ведется следствие. Танцевальный флешмоб под названием «Стань заметнее» прошел накануне вечером в Кызыле. Организаторы мероприятия – ГИБДД Тувы и региональное отделение Общероссийского народного фронта. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме безопасности пешеходов в темное время суток. Все подробности далее. На одном из заживленных перекрестках по улице Кочетова активисты молодежной организации «Добрые сердца Тувы» прямо на пешеходном переходе при свете уличных фонарей и фар стоящих машин исполнили танец со световозвращающими элементами на одежде. Таким образом, они решили привлечь внимание всех участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, к проблеме безопасности в темное время суток. Эта идея пришла нам в голову. Мы пришли в ОНФ, и они нас поддержали. Это проводим уже третий год. Целью нашего флешмова является в том, чтобы дети были осторожны, когда переходят дорогу, особенно когда стемнеет, потому что машина не у всех, есть дальние фары, это очень опасно. И вот такие штучки всегда носите, рекомендуем очень. Организаторами мероприятия совместно выступили ГИБДД Тувы и региональное отделение Общероссийского народного фронта. Главная цель мероприятия – рассказать о том, что водитель при неблагоприятных погодных условиях в дождь, туман, темное время суток может не заметить людей, вышедших на проезжую часть. При этом только наличие на одежде световозвращающих элементов в подобной ситуации способно предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Как показывает практика, если ребенок, пешеход, на одежде которого будет иметься любой световозвращающий элемент, он станет заметен для водителя уже примерно на расстоянии 150-200 метров. За 7 месяцев текущего года только в Кызыле произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб и 27 получили ранения различной степени тяжести. Поэтому обеспечить ребенка световозвращателем – одна из обязанностей родителей. Мы изготавливаем светоотражающие элементы, и почему мне пришла такая идея? Во-первых, я мама. У меня есть маленькая дочка, и я хотела бы ее защитить. Поэтому я начала сначала светоотражающие элементы, просто пришила к одежде. Я поняла, что это непрактично, и придумала более такую удобную форму. Самый первый светоотражающий элемент, который мы сшили, – это был жилет. Он отражал со всех сторон, он такой практичный, и его можно сложить в сумочку, то есть он не занимает много места. К яркому флешмобу подключились и проходившие мимо дети, которые не устояли и принялись повторять танцевальные движения активистов. Если людей не видят, значит, надо вот такие светоотражающие элементы. А для чего это? А чего они защищают? Чтобы в темноте людей было видно. Напомним, что с 1 июля 2015 года, согласно новой редакции правил дорожного движения, при переходе дороги и движения по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. На загородных дорогах наличие светоотражающих фликеров обязательно. Чинчика Шпуков, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Накануне на площадке скульптурного комплекса «Центр Азии» состоялась шляпная вечеринка. Обязательный элемент для участников мероприятия – наличие шляпки. Элегантность, позитив и креатив. Вне возраста – такой девиз вечеринки. Шляпная вечеринка в самом разгаре. Участники с нескрываемым удовольствием танцуют под музыку. Такое событие, как шляпная вечеринка, проводится впервые в Козыле. Организовал красочный и необычный конкурс «Центр русской культуры». Козь приближается к нам, как вы думаете, кто? Да-да, тихими шагами к нам подступает мисс Осень! А в «Центр Азии» у нас сегодня проводы лета. И не просто проводы, а с улыбкой и в шляпе. Шляпная вечеринка у нас здесь происходит. Для всех желающих, которые имеют оптимизм, желание повеселиться, потанцевать. В общем, вот такое вот интересное мероприятие впервые в городе, кстати. Мы не ожидали ажиотажа, но мы знали, что наша постоянная публика – это клуб «Кому за 60». Вы знаете, пожилые женщины гораздо активнее молодых, что интересно. Потому что молодежи, я смотрю, практически нет. Может быть, у них просто нет шляп? Сопровождал шляпную вечеринку оркестр 55-й мотострелковой бригады, который таким образом готовится к предстоящим праздникам. Как выяснилось позже, у дирижера оркестра Петра Черникова сегодня день рождения. Все присутствующие, узнав такую новость, поздравили его. Про свой день рождения могу сказать только то, что рад, что отмечаю его в такой хорошей обстановке, в рабочей, в творческой. Рад, что мы востребованы, рад, что духовая музыка ценится. И что население города нас очень тепло принимает. Хочу всем пожелать удачи и поздравить с тем, чтобы это не был последний день лета, в таком смысле, чтобы было еще много-много светлых дней, и тепло продолжалось как можно дольше. В рамках мероприятия прошли такие конкурсы, как дефиле и мой образ. С каждой женщиной предстояло за короткий промежуток времени придумать себе образ и продемонстрировать его публике. Тон вечеринки задали модели. Следом продефилировали и участницы шляпного конкурса. Вы справляетесь с тем не хуже наших моделей! На вечеринку пришла проводить лето. Было так интересно, вообще зажигательно танцевали, и очень было весело. Я поздравляю всех учителей, родителей и всех детей с начала нового учебного года. Желаю всем удачи, хорошего настроения. Подобранный со вкусом головной убор всегда украсит любого, отмечают организаторы. Обладатели шляпок соревновались по таким номинациям, как «Самый яркий образ», «Женщина лета», «Самый экстравагантный образ», «Самый элегантный образ», «Мистер брутальность» и «Миссис гламур». Все участники конкурса награждены дипломами и сладостями. Диана Баэмбуху, Сэрис Ховалы, телекомпания «Новек». А сейчас о погоде. В течение суток 1 сентября по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. В Кызыле ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-9, днем 21-23 градуса выше нуля. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова